Туман не развеялся, это не про небо над городом, а про генеральный план Барнаула. Прошел круглый стол, закрытый для всех, кроме специалистов. На нем градостроительный документ было решено принимать в таком виде. Хотя у профессионалов к нему остались вопросы. Это прежде всего и транспортная схема, и новые территории для освоения, для застройки, и прежде всего жилья, жилой сферы. Генплан выставляли на всеобщее обсуждение, хотя прочесть его не специалисту было невозможно. Предлагали внести изменения всем горожанам, но в итоге не приняли поправки даже от профессионалов. Например, экологи были против того, чтобы под строительство медицинского кластера на горе вырубили еще 62 гектара ленточного леса. А что горожане? Рядом с кровью клинической будут лес вырубать. 62 гектара бора под новые застройки. Вот вы как к этому относитесь? А чем места у нас нет другого? Как вы думаете? Я думаю, место полно в Барнауле. Первый объект, который займет место с осен, известен. Это вертолетная площадка для санавиации. В ее необходимости сомневаются втайне от начальства, даже сами врачи. Кроме бора усеченного. В генплане специалисты заметили, что земля комплекса Барнаульская крепость стала местом смешанной и общественно-деловой застройки. Хотя предыдущий план строительства здесь запрещал. То есть колесо обозрения на площади Сахарова, возможно, уступит место жилому комплексу. Здесь горожане тоже не согласны. У нас же есть место для того, чтобы строить новые кварталы. В индустриальном районе очень много. Поэтому я думаю, что центр города уже достаточно застроен. То есть колесо обозрения и парки нам нужны? Ну я думаю, что да. И так у нас не сильно много мест, куда можно сходить. Несмотря на это архитектор Петр Анисифоров успокаивает голову. Пеплом посыпать не надо. Непосредственно вот сейчас нужно принимать генеральный план для того, чтобы выполнять все дальнейшие этапы проектирования. И в них сверх-сверх профессионально, внимательно рассматривать, сохраняя каждое дерево, насколько это возможно. На закрытом круглом столе участникам пообещали, корректировки еще можно будет внести после принятия генплана. Но где гарантии, что эти обещания не развеются, как дым? Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.